Полный карантин начал действовать в столице и Алматы. Въехать и выехать из городов не получится. Дороги блокируют сотрудники полиции. На въезде из Нур-Султана в сторону Кокшетау находится наша всемочная группа. К эфиру присоединяется мой коллега Андрей Деменок. Андрей, вот какая обстановка на месте? Все ли спокойно на этом участке? Сергей, приветствую тебя. Вот в той стороне это непосредственно мегаполис, наша столица, а там уже выезд на трассу, там дальше Кокшетау. На самом деле ситуация, да, относительно спокойная. Мы здесь около получаса, но буквально 10 минут назад началось сожжение. Некоторые транспортные средства, вот как, например, вот этот внедорожник, не знаю, насколько вам видно, военной полиции стоял там. Вот в прежнем месте теперь его перегнали сюда. Также там появились вот такие заграждающие элементы. Сейчас же, вот еще попрошу показать, по факту, по сути, это одно из последних транспортных средств, которые сейчас преодолевают границу. Сотрудники полиции у него, у водителя записывают все необходимые данные. В ближайшие секунды соединятся сотрудники санэпидемиологических служб для того, чтобы проверить его медицинское здоровье. Также ограждающие элементы показались и с другой стороны, то есть на въезд в Нур-Судан, и буквально через несколько секунд я их покажу. Ну, а сейчас я предлагаю поговорить с нашими спикерами. У нас сразу их двое, это непосредственно представители как Акимата, так и полиции. В первую очередь хотели поговорить, можно к вам обращать, главный полицейский столицы. Здравствуйте. Еще раз, расскажите, пожалуйста, какая ситуация на посту, что сейчас происходит? Как вам известно, семь постов организовано вокруг столицы. На всех постах оперативная обстановка стабильная, личный состав работает по плану. Сейчас уже на время 0-0 часов, как вы видите, и заезд, и выезд, уже машин, автомашин нет максимально с 0 часов, вот уже наступило, две минуты уже прошло. То есть карантин, полный запрет на въезд и выезд, кроме грузового автотранспорта, который идет транзитом, их наши патрульные машины будут сопровождать, отсюда будем собирать, и по обездной, по кольцевой будем в том направлении, которое они будут сопровождать. Потом разрешение будет на автомашины, которые доставляют товары, необходимые для жизнедеятельности города Нур-Султан. Это продукты, питание, другие, там соответствующие накладные, другие документы. У нас все это вбито, планшеты, мы по ним будем сверяться и пропускать, то есть работать. А для остальных выезд и въезд запрет. Хорошо, спасибо большое. Итак, подытожим. По факту движение закрывается практически для всех автолюбителей, кроме тех категорий, которые были только что обозначены. Еще немножко продолжим, также поговорим уже непосредственно с руководством столицы, столичного Акимата. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, со стороны Акимата, какие меры предпринимаются и как в целом ситуация сейчас в городе? В городе обстановка стабильная. Вы сами знаете, что согласно решению протокольного поручения комиссии при правительстве, которая сегодня создана, которая работает в рамках чрезвычайного положения. Вы знаете, что все посты у нас, как докладывал мой коллега, начальник ДВД, все посты работают в усиленном режиме. 22 марта ровно 0,00, все посты закрыты, поэтому мы практически полностью закрываем все наши 7 блок-постов. Те автомобили, которые обеспечивают жизнедеятельность продуктами питания и специальными средствами, которые необходимы для жизнеобеспечения города, для них специальный изделенный коридор, это грузовые автомобили, которые есть специальные пропуска, которые делаются. Поэтому наша задача максимально обеспечить жизнедеятельность нашего города и безопасность наших горожан. Поэтому сегодня практически полностью карантинный режим переходит на усиленный режим. Наша задача, в первую очередь, оповестить население, которое мы уже продолжаем практически каждый день. И сегодня уже более усиленно в режиме все органы, как и правоохранители, как и органы государственного управления, и как городской штаб работают усиленно в режиме практически все на дежурстве. Хорошо. Спасибо вам большое. Убедиться о том, что да, действительно, практически большинство служб, будь то полицейские, санкредиемиологические службы, а также военные, практически все на постах, по крайней мере, на этом точно. Вот как раз от той заградительной, о том ограждении, о котором я и говорил буквально несколько минут назад, еще здесь, вот здесь проезжали последние автомобили. Сейчас, как мы видим, проезд закрыт. Также, опять же, здесь стоит бронетехника, если до недавнего момента она стояла просто так, сейчас она уже заведена, по всей видимости, военные прогревают автомобиль. И в случае, если того, потребуется перекрыть проезжую часть. Ну и вот такие первые впечатления. Мы будем продолжать оставаться здесь. Если будет что-то интересное, обязательно продолжим. Мы попытаемся максимально оперативно об этом рассказать. Сейчас я передаю слово своим коллегам. Андрей, спасибо. Еще одна наша съемочная группа работает на другом конце города, на выезде в сторону Караганды. Там дежурит Асхат Ниазов. Асхат, вот есть ли скопление машин на выезде из города у тебя? Еще буквально, вот мы когда сюда приезжали, это было 30 минут назад. На подъезде к блокпосту мы видели большую пробку. Ну как большую, где-то расстояние было 500 метров. И она была, то есть 30 минут назад была эта пробка. Сейчас, давайте наш оператор сейчас покажем, на въезд, то есть на выезд из города сейчас просто 3 фуры, которые подъехали только что. Пробки нету. С той стороны тоже я вижу сейчас 1, 2, 3, 4 фуры и один микроавтобус. Все, машин больше нету. Буквально несколько минут назад я слышал громкую команду, наверное, кого-то из главных полицейских. Все на разворот. То есть последние машины, которые подъехали, еще не было 12 к блокпосту, их проверили и пропустили. Но вот эти две машины, которые уже поехали после 12, их сейчас уже нету, не видно здесь, их уже развернули в сторону города. Вот как вы видите, сейчас фура пытается проехать в сторону Караганды. Ну, как всем известно, что пропускать будут фуры, то есть товары, которые необходимы для жизнеобеспечения города, их будут пропускать. То есть сейчас наверняка вон те грузовики, которые вы сейчас видите за моей спиной, наверняка у них сейчас идет проверка документов. Если они докажут, что товары нужны городу, их пропустят. Что мы видели здесь? Буквально полчаса назад, может быть даже минут 20, приехала одна семья и их здесь, получается, они вышли из машины, сюда подошли, заполняли какие-то документы. Мы поинтересовались, что это были за люди. Оказывается, в последний час примерно такси подвозили к блокпосту людей, они выходили, заполняли здесь документы, проходили через пост и там уже садились на такси, чтобы уехать в сторону Караганды. Это если передать атмосферу, которая сейчас здесь происходит. В принципе, никакого ажиотажа уже нет, ажиотажа, простите, уже нету. За полчаса раскидали всю эту очередь, которая здесь была. Сейчас вы сами все видите, машин нету, здесь, наверное, больше даже полицейских и военных, чем людей, которые хотят проехать. Какая-то такая вот ситуация, все хорошо, никакого ажиотажа, город закрыт уже, наверное, минут 10, как и все, что сейчас происходит, вы видите на своих экранах. Сергей, какие у тебя еще вопросы? Аскат, ну вот хотел бы поинтересоваться, то есть, что сейчас говорят силовики? Будет ли возможность далее? А силовики говорят, что все, людей пускать больше не будут. Даже, несмотря на, прописан ты в Нур-Султане или нет, тебя все, уже 10 минут, как в город, больше никого не будут запускать. Запускать будут только фуры с продуктами и с теми вещами, которые необходимы для жизнеобеспечения города. Никого больше пропускать не будут. То есть, ни под какими предлогами. Ну что ж, спасибо, Асхат. Вот прямо сейчас мы связались уже с Алма-Аты, где также с полуночи начал действовать карантин. Там работает Талгат Куспанов, он находится на восьмом блокпосту, установленном на Копчегайской трассе. Талгат, доброй ночи. Что у вас происходит? Много ли желающих покинуть город Яблок? Сергей, но алматинцы сегодня живут, руководствуясь новым принципом, который звучит, чем меньше передвижения, тем меньше распространения. Сегодня помимо кафе, ресторанов, салонов красоты и торговых развлекательных центров закрыли еще и парки, где обычно гуляют и отдыхают алматинцы. Если же говорить про работу блокпостов, которые выставлены по периметру города Алматы, их 27, напомню, сейчас мы находимся на восьмом блокпосту, который находится на Копчегайской трассе, то находчивые алматинцы вот к этому баннеру, где написано, что въезд запрещен, еще также добавили, что вполз, влет и даже телепортация тоже запрещены. Ну а если говорить более серьезнее, то за вот эти дни, когда город был закрыт на карантин, из города выехало порядка 23,5 тысяч авто, а вместе с ними более 50 тысяч человек покинули наш город. Также известно, что въехали наоборот, вернулись в город 29 тысяч автомобилей, это около 60 тысяч алматинцев. Еще 2700 иногородних автомобилей так и не смогли заехать, им запретили, развернули их, то есть и теперь они уже не заедут в город. Мы сейчас находимся, еще раз напомню, на восьмом блокпосту и давайте поинтересуемся у полицейских, как же все-таки будет дальше работать блокпост вот сегодня уже после полуночи. Здесь у нас находится начальник административной полиции Жандос Мураталиев. Жандос, доброй ночи уже. Скажите, пожалуйста, вот до этого говорили о том, что до 22 числа у всех алматинцев есть возможность вернуться к себе в город, ну а иногородних напротив покинуть. И вот люди продолжают нам звонить и задавать один и тот же вопрос, неужели невозможно будет сегодня вот после полуночи уже заехать в город, либо напротив выехать? Вы правильно говорите, уже все, на карантин город окончательно закрывается и с этого момента уже заезжать и выезжать в город будет проблематично. Только разрешено заезжать транспортным средствам, это скорой медицинской помощи, медработникам, коммунальным службам, аварийно-спасательным, пожаротушениям, а также, например, можно заезжать, выезжать из города роженицам, например, которые только что родили детей, если у них в руках есть выписка бумаги. Но кроме этого, также и больные могут выехать, например. Или если едут, они в город заезжают, то есть для лечения, если у них есть подтверждающие документы, также могут заехать на лечение. Кроме этого, также иностранные представители дипломатических служб вместе со своей семьей, если они прибыли в город Алматы, и в служебные командировки могут выехать также военнослужащие, могут заехать, выезжать, например. Вот скажите, до этого предварительно составлялись списки специальные, где были указаны все те, кто без кого, собственно говоря, алматинские производства не могут обходиться. Да, они подавались в районные Акиматы, формировались и передавались уже вам. Вот среди тех, кто живет в пригороде, очень много моих коллег, журналистов, операторов и так далее. Как же быть им? То есть их тоже будут пропускать, если они в этих списках, или им необходимо подать какие-то документы? Вы правильно заметили, у нас есть оперативный штаб, который регулирует именно тех граждан, которые занимаются именно жизнедеятельностью города. Например, даже, как вы заметили, средства массовой информации, которые освещают, доводят до граждан нашего города, например, обстановку в городе и ситуацию, например, в целом. Поэтому, если через оперативный штаб связаться, есть колл-центр, телефон, через них связаться, могут включить вас в список. За три дня, которые нам продлили выезда и заезды, мы уже количество транспорта по госномерам, уже количество народу, врачей, пофамильно уже знаем, у них всех имеется на руках справки, и мы их беспрепятственно пропускаем на этих пунктах. Понятно. Скажите, сегодня еще в социальных сетях и мессенджерах распространялась информация, что за определенную плату можно все-таки пройти контрольно-пропускной пункт. Это правда? Да, действительно, за прошедшие сутки, например, мы сами услышали, что имеются такие факты. Наши оперативные службы отработали, задержали одного такого гражданина, который хотел наживиться этим, однако у него не получилось, так как он сам, взяв этого пассажира, довез до блокпоста, оставил и хотел уехать. В этот момент был задержан. Сейчас оперативными службами, также управлением собственной безопасности, а также другими службами на всех участках у нас усилены работы. Каждый такой факт именно проверяется, проводится служебное расследование. А то есть это, получается, таксисты предлагают такие услуги? Да, в основном этим занимались наши таксисты, которые или прописаны в городе Алматы, или проживающие в Алматинской области, то есть подъезжая к посту, вымышленно говорили причину, что там кто-то заболел в машине, сидит такой-то, такой-то, в заблуждение нас водил, и после этого хотел, например, заехать, выехать. Такие факты, конечно, один факт мы выявили. Сейчас на жесткий контроль уже взяли, вы знаете, сейчас уже все, 0-0 часов, граница закрыта, вот скорая помощь спокойно, беспрепятственно может выехать вместе со своим персоналом, больными. У нас есть санэпидемиологи, которые могут каждого гражданина проверить, как он самочувствует. Ну что ж, Жан-Дос, остается вам пожелать терпения на вашей нелегкой службе. Все-таки, насколько мне известно, около 70% персонала департамента полиции задействовано именно на блокпостах. Спасибо вам большое. Я также напомню всем тем, кто также проживает в городе Алматы, сегодня действительно все специалисты рекомендуют оставаться дома и без надобности не выходить. И то, о чем я вам говорил в самом начале, действительно, чем меньше движения, перемещения, тем меньше распространения. Давайте руководствоваться именно этим правилом. И я также могу добавить, что сегодня некоторые магазины даже ввели ограничения. То есть в каких-то магазинах пускают по одному человеку, в каких-то не больше пяти. Но алматинцы продолжают выстраиваться перед аптеками, закупая маски, перчатки и другие необходимые средства для того, чтобы все-таки обезопасить самих себя. Ну и в апреле мы также ждем, когда появятся экспресс-тесты для того, чтобы проверить самих себя, не больны ли мы коронавирусом. Вот. Ну, это вся у меня информация. И я бы хотел воспользоваться случаем, поблагодарить также и врачей, которые день и ночь несут, находятся на самом главном посту. Они охраняют наше здоровье и жизнь. Именно они сегодня занимаются лечением тех людей, кто, к сожалению, заразился коронавирусом или находится на карантине. Давайте пожелаем им терпения, мужества, силы и профессионализма. Сергей? Ну что ж, спасибо, Талгат. Я тоже присоединяюсь ко всему сказанному. Напомню о ситуации на блокпостах в Астане и Алматы, где с нуля часов начал действовать карантин, рассказали наши корреспонденты. Андрей Деменок, Асхат Ниязов и Талгат Куспаев. Асхат Ниязов и Талгат Куспаев. Продолжение следует...